приветствую вас друзья мои сегодня я вот собираюсь на большой щит панерный это будет у меня основа для холста буду значит натягивать на нее холст для написания очень большой картины размером 42 на 60 для этого я подготовил специфический холст об этом я расскажу когда закончу картину сейчас это первоначальный процесс натягивания на основу на плоскую основу которые я в последнее время стал значит считать приоритетным учитывая удобство его я уже в предыдущих видео говорил не раз что когда его натягиваешь на плоскую основу немного конечно писать человек потом научиться конечно на жесткой основе писать и на жестком холсте писать картины научиться человек но когда холст натянутый на подрамник он немного вибрирует амортизирует и написать очень удовольствие конечно а когда плоская основа там вибрации нету ну человек к этому должен говорится приноровиться и ничего сложного в этом не будет потом я уже вот почти натянул холст на основу на плоскую основу жесткую из фанерного щита какие преимущества здесь первое легко его натягивать второе второе преимущество по завершению работы можно когда холст высохнет его скрутить в рулон и положить в клуб для хранения первое преимущество удобства хранения второе преимущество надежность и удобство и дешевизна в отправке покупателю картины и также третье преимущество удобства при транспортировке на выставке и четвертое преимущество даже при экспозиции на выставке нет необходимости опять его натягивать на подрамник я избрал новый путь о котором я уже расскажу уже не на не в этом видео а в других видео когда картина будет моя большая готова и когда ее соберу и продемонстрирую вам и сам холст холст это необычный холст это остается сейчас пока в секрете это все узнаете потом и как его очень удобно демонстрировать на приставках без подрамника и красиво и эстетично и очень удобно его представлять так что следите за моими видео когда я картина напишу она высохнет я ему соберу на специальное приспособление и вы сами увидите что это без всякой головоломки без всякой мороки вот внук мой подтверждает здесь у меня внук всегда рядом со мной крутится так что я вот сейчас натянул на панерный щит зажал края китайскими зажимами канцелярскими разметил поля с обоих сторон по полтора инча который я пыляю малярный скотчу к щиту будут поля чистые и будет держаться хорошо на панерном щиту и с обратной стороны плевомалярный скотч и канцелярские зажимы уберу чтобы они не мешали чтобы они не уступали на размер моей картины размер моей картины холст 42 на 60 так продрём панеру чтобы хорошо приставал и Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, я натянул холст на панерный щит Обклеил края малярной скотчью Теперь можно писать большую картину Я применяю для этой картины такой удивительный способ К которому я пришел сам Холст здесь не обычный холст А секретный холст Как я уже сказал Я вам его покажу уже по окончанию работы моей картины По окончанию картины Когда я его соберу в полном его виде Тогда я расскажу подробно и о материале на холст О способе его вывешивания на обзор Как он будет Можно надену на рамку Но я могу обходиться в вашей выставке совершенно без рамки Есть специальная установка, как говорится На которой я буду его демонстрировать И эта установка очень выгодная, удобная, практичная В общем, увидите это потом Это уже в других видео Ну вот, друзья мои Мой большой холст Ждет своего часа Осталось теперь гулять по просторам большого поля И творить удовольствие Я доволен начальной частью своей работы Теперь остается удовольствоваться творчеством И его результатом По окончанию, конечно Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому